Всем привет! Всем привет, привет, мои хорошие! Бегу на зумбу, вы представляете, 6 градусов. Сегодня тепла с утра, но потом будет солнышко. Ну а сейчас 6 градусов. Я такую вот вторую зиму в Версине. И такую не помню. Или третью зиму, нет, вторую зиму. Ну, потом будет потеплее, как солнышко пригреет. Бегу попрыгать, побегать. Легла поздно, как всегда, в 4. Смотрели с мужем такой фильм интересный. Ой, так страшно, девчонки, мальчишки. В общем, там была суть в том, что девушки сидели в баре. И, в общем, выпили чуть-чуть. Там за стойкой бара напротив строил глазки один красивый блондин. Так вот, она оказалась у него в машине и говорит, спасибо, что ты меня довез домой. Я была такая выпившая, я такая выпившая. И вроде бы он прикоснулся к ее лицу и поцеловались. И он говорит, подожди меня. И вдруг и выходит с машины. И она сидит, ждет его. И потом смотрит... Да, туда я иду, заговорилась. И потом смотрит, что сзади у него какие-то вещи полицейские. И там он с кем-то, с другим человеком разговаривает. И она заподросила что-то не то. И, короче, потом она выбежала с машины и все. Какая-то вот куда-то что-то произошло. Он ее схватил, наверное. И она просыпается вся в наручниках. Едет в какой-то фургоне в машине. В общем, продали в девчонку. Привозят ее на какую-то... Делают... Просыпается опять она... Ну, ее ударили там. Смотрит, она сознание потеряла. Потому что она сопротивлялась. Просыпается она в каком-то как лагере. И там все девчонки от мала до велика. Разных возрастов. Оказывается, вот так вот девчонок воруют. После баров. Туда приставят. И все они какие-то накаченные. Оказывается, им наркотики делают. Вот ей тоже сделали насильно. Наркотики помыли. Просыпается, смотрит, на нарах лежит. В общем, и возят этих девчонок. Суть фильма. Возят этих девчонок. Они на какие-то корпоративные встречи. Каким-то маньякам. Какие-то фильмы порно снимают. Представляете, так страшно стало. Так что, мои хорошие... Ой... Знакомство в барах. Это очень страшно. Чем оно закончится, неизвестно. Вот так девчонки пропадают. И вот такое вот бывает. Конец я даже не смогла досмотреть. Потому что, ну, она там, не видно, развивается так. И доверяют. Хотя у нее свои планы побега. В общем, там, то одного убивают, то второго. Кого убивают? Не девчонок, а этих. Каждый месяц им тест дают, проверяют. Там врач, своя женщина такая строгая, грубая. В общем, посмотрела этот фильм и не до конца. Потому что не могла. Уже было поздно. Так что вот я вам рассказала этот фильм. Фильм американский, конечно. Ну, с турецким переводом. В общем, вот так вот вчера и смотрела, отвечала на ваши сообщения. Вроде бы все ответила. И занималась вот просвещением. Ну, все, я уже пришла. Ну, как я вам говорила, прибежала я. Представляете, самая первая, даже двери закрыты еще. Нет, двери открыты, но никого нет еще там. В общем, вот так выглядит наш зумбок-клуб. Напротив вот садик я вам покажу сейчас. Визит ли она колон. Посмотрите, пожалуйста. А вот наш зумбок-центр. Он так большой. По залам делится. И там что-то есть свое. Покажу, там сидят кафешки. Вот здесь так новостройка строится. Как грибы, очень быстро. А вон они сидят, девчонки. А вот видите, там дальше сидят, чай пьют, кофе пьют. Вот-вот-вот уже собираются. Так что скоро мы начнем. Я всегда прихожу раньше всех. Так что вот вчера немножко красила волосы. Накрасила маникюр наконец-то. Сегодня мы идем в больницу проверить моего мужа-племянницы ребенка. Это же 7-месячный, что родился. И купили вчера такой костюмчик классный. И пойдем дарить с младшей заловкой. Ну что, вот уже собираются. Двери открылись. И... И где-то все проходит. Винайден. Вот переодеваются здесь, и мы будем начинать. Ну вот, мои хорошие, мы приехали в больницу. Встреча с родственниками очередная. Вот так мы садим, подарки смотрим. Вот такой подарок мы подарили малышу. Видите, какие холюции есть. Вот твоя другая заловка. Сын ее. Сергей племянница сестры. И вот дайменький. Вот так мы сидим в кафешке здесь. Наша семья. Посмотрите, какая красивая у меня заловка. Это младшая сестра моего мужа. Она раньше была закрытой, потом открылась. Такая стильная модняшка. А это племянница, я вам уже рассказывала про нее. Это старший из заловки дочь. Это пынар, которая родила наша родственница. Ну, они похожи все с мужем. Все вот сидим мы сейчас в кафешке здесь. Чай пьем, разговариваем, общаемся. С моей заловушкой возвращаемся домой. Аж Кым остался в больнице. Поведет их покушать. А у меня дела срочные в собрании. По интернету, поэтому вот видео. Видите, как мы идем заловки. Какая красивая гюзель. Некадар гюзель вине, Машкин. Короче, такой огромный версин. Идем, идем, идем. Сегодня благо прогулялась на фитнесе. И сейчас гуляем. С баба Джима, мы идем в гости к заловке. Какие уж мертвые. Вот так вот мы с ним ходим по улице. Заловка пригласила себя на мясло и ужин. Вот мы и идем кушать. Он сначала пришел к нам. Я приготовила на завтрак хачапури. Чай выпили, покушали. Потом они пошли с мужем на море погуляли, на набережной. Я делами занималась. Вот сейчас идем мы на ужин в заловке. Отдыхаю сегодня по полной программе. Ну как же я не сниму то, что сделала моя заловушка на ужин. Вот видите. А ну, соль. Ага, очень больно. Посмотрим сейчас. Привет. Видите, Ашка им сам говорит привет. Чок, привет. Чок, привет. Чок, привет. Посмотрим, что здесь есть. Сейчас я переключу камеру. Посмотрим, чем нас порадует сегодня заловушка. Буне барбуны? Ага, барбун. Барбун бу. Видите, барбун это такая фасоль красная. Бу чорба ханги чорба. Это бирюян, бирюян. Бирюян чорба. А, видите, с мясом мясное такое. Видите, вот это бунэ. Булбур. Булбур. А это вот. А, а это морковка с этим. Посмотрите, какие голубцы сарма. Туршу. Салаты, туршу. Видите, какая заловушка. Бунэ, да, да? Тайм. Майк мес. Тайм мес. В общем, вот так вот мы будем кушать. Приятного нам всем аппетита. Баба Джим мой. Мой Баба Джим. Энис. Он не кушает, он любит Антуни. Так вкусно покушали. Очень вкусно покушали. Глаза разбежались. Не знала, не знала, что даже кушать. Что-то сегодня я даже, если честно, не подала к тракалам. Потому что вот мы только хотели садиться. И приехал в Сепор. У меня была уборка сегодня. И вот, в общем, как-то что-то на ходу перекусила. Бутерброд, и все. Но это, считай, не завтрак. Пьем чаек такой. Вот так здесь подают чай. На разных столиках. И так чаек. Смотрите, пожалуйста, на моего секра. Какой ты легендный человек. И я отвечу многим на ваши вопросы, как родители позволили жениться на христианке моему мужу. Потому что они интеллигентные люди. Они понимают, что главное в человеке не вера. Вера исповедания, какому Богу он верит. Главное, мудро человека. Какая у него душа и какое состояние. Какие мысли, как он думает. И вот я уверена, что им все понравилось. То, что это все есть во мне. Поэтому они не против. Вначале они как-то не доверяли мне. Но потом время показало, время прошло. И они по-другому стали ко мне относиться. Ну вот, по-моему, я ответила тоже на многим на такой вопрос, почему мой муж и как родители разрешили жениться на христианке. Вера здесь ни при чем, друзья мои. Главное то, что при меня находится. И как я отношусь к мужу, к его родителям и к его семье. Так что вот такой вот интеллигентный мужчина. Учитель на пенсии. Он не думает по-другому. Подписывайтесь на мой канал. Со мной вам будет очень интересно. С вами была Светлана Ата. Субтитры сделал DimaTorzok